В Хабаровске после посещения кафе попала в больницу на обследование трехлетняя девочка. Ей по ошибке вместо минеральной воды принесли спиртосодержащую жидкость. В хорошо известное заведение на улице Широнова 28-летняя хабаровчанка пришла с дочкой и подругой. Себе женщины заказали пиццу, а ребенку – негазированную воду. Увлеченная разговором мама, открывая бутылку, не обратила внимания на замок, по которому можно определить, откручивали пробку или нет. Бутылированная акваминераль. Налили в стаканчик, дали ей попить, она сидела в детском кресле. Она начала ее пить, сразу закашлялась, покраснела, вся глаза выпучила. Я думала, она просто захлебнулась, я ей по спине стала стучать. Смотрю, она прям красная. Она ее стала выплевывать, со слюной все пошло. Я ее так и попробовала, там спирт или водка, я не знаю, что это, я не могу определить. Алкоголь какой-то, ну прозрачный, да, вот такой же. Мы не хотели вообще поднимать никакой шумихи, спокойно, мирно уйти. Мы попросили воду вернуть, потому что я бы хотела сделать сама эту экспертизу и понять, что с ребенком, что она выпила. Потому что если это простой спирт, как врач говорит, это не страшно. А если это там, извините, какая-нибудь друг химический, вдруг, ну мало ли что это, правильно? Нужно знать. Они нам воду отказались отдавать. Малышка, которая сделала пару глотков неизвестного напитка, чувствовала себя вполне сносно. Ей вызвали скорую помощь, врач нашел состояние пациентки удовлетворительным, рекомендовал наблюдение у педиатра. Улаживать конфликт руководства кафе вызвало штатного юриста. Случившееся называли чудовищной ошибкой и принесли маме с дочерью извинения. По словам представителей компании, кафе тут совершенно ни при чем. Минеральную воду тут не разливают, она приходит в заводской упаковке от поставщиков. Бутылка со склада пришла через официанта к клиенту, она была полностью закрыта. Как там оказался вот этот спирт или еще что-то, я не могу сейчас этого сказать, потому что мы будем сами проводить внутреннюю проверку, работу с поставщиками, потому что это что-то с чем-то. В избежание каких-то последствий мы ее, конечно, забрали, мы ее хотим сдать на экспертизу. Сейчас приедут сотрудники полиции в составе МАК и перейдем к экспертизу. В кафе и сами хотели бы знать, что оказалось в бутылке с символикой известной торговой марки. И самое главное, как это туда попало. В дело вмешалась полиция в лице участкового уполномоченного. Но пресловутого напитка ему не досталось. Сотрудники кафе заявили, что вылили жидкость в канализацию. Тем не менее, офицер добился своего. С места событий изъята пластиковая бутылочка с каплями внутри. Этого вполне может хватить для проведения экспертизы. Выборочная проверка бутылок из той же партии на складе результата не принесла. Во всех образцах оказалась минералка. Тем временем, мама девочки рекомендации медиков выполнила. Вечером этого же дня малышка стала пациенткой детской краевой больницы. При поступлении в стационар в качестве причины обращения указано отравление неизвестным ядом. За состоянием девочки следят врачи, полицейские и мать ребенка с нетерпением ждут заключения экспертизы. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Климчук и Андрей Алферов.